Приветствую вас, и вы знаете, вот по описанию складывается ощущение, что у девочки сейчас действительно проблемы. То есть, смотрите, она с вами вела себя идеально, очень хорошо, не было никаких проблем и нареканий с вашей стороны, и с ее тоже. А потом, внезапно, резко, она свое поведение меняет. Если бы это был другой мужчина, как вы говорите, то она бы меняла свое поведение постепенно. А так, если она постоянно куда-то ездит, да, не бывает на одном месте, как это обычно бывает, или там в определенных местах постоянно куда-то ездит, то это значит, что у нее действительно проблемы. Я думаю, что девочка понимает, что вы, скорее всего, не отреагируете должным образом, правильным образом на ее проблемы. В какой-то причине она вас не рассматривает как человека, который мог бы ее поддержать, который мог бы ей помочь, который мог бы ее понять и так далее. И вам сейчас, на самом деле, действительно нужно успокоиться, вам сейчас действительно нужно представить, что у девочки действительно есть проблемы, что у нее действительно сейчас определенные трудности есть, и перестать на нее давить. Потому что, ну, понятно, давлением вы ничего не делаете. Вы сделаете только ей и себе худе. Дальше. Вот то, что она вам говорит, то, что есть сейчас проблемы со всем ребенком. Поверьте, ей пока в этом, до тех пор, пока не будет, а доказано обратно. Постарайся это делать. Потому что без этого отношения, без такого подхода к вопросу, вы ее потеряете. Вы ее потеряете очень-очень быстро. Потому что, если у девушки, если сейчас проблемы, а действительно серьезные, допустим, проблемы, то понятно, что ей не нужны аналогичные еще большие проблемы, допустим, от вас. Я понимаю, что вам тяжело этот момент принять. Я понимаю, что вам действительно очень сложно ей поверить, что вы там сомневаетесь в себе. Я понимаю, но и вам необходимо постараться ее понять. Понять, что у нее действительно могут быть трудности. Только так, поняв, что у нее есть определенные трудности, вы могли бы, могли бы, ну, в общем-то, рассчитывать на возобновление ваших отношений. Сейчас вам имеет смысл занять выжидательную позицию, вам сейчас имеет смысл занять пассивную позицию. Вот она говорит, что ей сейчас нужно решать свои проблемы, значит, будет так. Говорить, значит, будет так, хорошо. Но, скажите ей, что, либо она будет с вами честна и предельно откровенна, либо вы, брат-напросто, не будете ей доверять, и отсутствие доверия помешает вам быть с ней вместе. То есть вам нужно ее принять, принять ее позицию, принять ее дошкутрение, ее положение сейчас, потому что, каким бы она ни была, она для нее важна, она для нее важна. Постарайтесь ее принять. Но вот скажите, что вы не будете, во-первых, создать вечно, что вы не собираетесь создать бесконечное количество времени, пока мы тут решили. А вам нужны все-таки определенные гарантии, определенные перспективы, определенные ориентиры и ясность. Самое главное – это ясность. То есть вы готовы ждать, но просите у нее наносит время, сколько ждать. А мы-то, ну, вам не дадим все до нее, что вам не точно нужно жить, нужно как-то рассчитывать, да, на сколько. чем-то заниматься, что-то делать. То есть нужно раскрывать свои собственные интересы. И это будет наиболее правильным поведением в данной ситуации. Самое главное – помните, что когда вы поглядываете девушке вот такое поведение, как у вас, когда вы в ней сомневаетесь, когда вы начинаете подозревать ее в изменении, там, и так далее, вы показываете ей свою неуверенность в себе, свою ненадежность. и вы для себя спросите, вот вы у себя спросите – вы хотите выглядеть перед ней так или нет? Если не хотите перед ней так выглядеть, то все-таки постарайтесь быть более сильным, более спокойным, более выдержанным. Поймите, если девушка вас любит, если она действительно вас любит, как вы, как вы говорите, как вы писали в нам сказали, то ее ведь любовь никуда не делается. Она не могла умереть, эта любовь. Она отпала. И это значит, что девушка к вам вернется. Или расскажет вам свои проблемы, например. Но только при том условии, если она будет уверена, что вы ее примете. Если она будет уверена, что вы готовы ее принести. Если она будет уверена в том, что вы адекватно воспримете то, что она говорит. Без спиливания, без криков, без скандалов и так далее. А вот ей сейчас тяжело. Вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. То есть, подумайте о ее интересах, подумайте о том, что ей сейчас в данном случае так лучше. И пусть будет так. Но не забывайте и себя. То есть, не ломайте свои интересы. Спокойно задайте ей вопрос. Хорошо, я готов ждать, сколько, сколько нужно. Но, вот, абсолютно мне нужны сроки. Мне желательно узнать, когда я могу получить хоть какую-то ясность в том, что происходит. Потому что, ну, бесконечно ждать тебя, это не вормально. Вот это очень главная позиция. То есть, вы не давите на нее, но при этом защищаете свои собственные интересы. И это справедливо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.